Что такое вектороскоп? Наконец-то узнав это, мы перестанем паниковать, когда иногда сигнал выпрыгивает в противофазу. Это еще не начало Третьей мировой. В конце этого видео вы узнаете, что делать в этой ситуации. Что же написано в Википедии? Вектороскоп – это особый вид осциллографа, используемый в аудио- и видеоприложениях. Так, хорошо, понятно. Вектороскоп отображает XY сюжет из двух сигналов, которые могут раскрыть подробности о связи между этими двумя сигналами. Это замечательно. Подробности о связи между какими двумя сигналами? Очевидно, что между левым и правым. Ну вот, вектороскоп от Isotope Insight. Какие есть режимы вектороскопа? Polar S – полярный простой. Здесь в виде точек показан каждый сэмпл сигнала. Сначала появляется яркая точка, потом постепенно начинает исчезать. Это история стереообраза. Сколько у нас сэмплов в секунду? 44100. Polar L – полярный с уровнем. Здесь вместо точек, то есть сэмплов, показываются амплитуды сигнала в виде вот таких вот линий. История показывается в виде контура. Дальше – фигуры Лисажу. О них мы поговорим позднее, в следующем курсе. В каждом режиме есть еще Envelope Peak. Здесь картинка строится по мгновенным значениям, а RMS – по среднеквадратичным значениям. Что интереснее всего? Видите, если судить по этой картинке, по всем этим корреляциям плюс один, минус один, то этот микс должен звучать просто ужасно. Но, если я сейчас начну переключать в моно и обратно в стерео, опять в моно и снова в стерео, то вы будете наблюдать стопроцентную моносовместимость. Все звуки слышны, ничто никуда не пропало, и даже больше уровней инструментов не изменяются. Все как было на своем месте, так и остается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выходит, что же здесь не так? Да, совершенно верно. Эти вектороскопы полезны для других вещей. Например, когда нужно проверить фазу между двумя или всего лишь несколькими сигналами. Например, при записи на стереопару. Вот представьте, если бы вы отправились путешествовать и взяли не ту карту, то наверняка заблудились бы. Но с правильной картой вы всегда найдете дорогу. В этом видео вы узнали, что такое вектороскоп, и если сигнал выходит за границы, а корреляция опускается в область минус единицы, в этом нет ничего страшного, и это не говорит о потере моносовместимости. Смотрите следующее видео, там вы узнаете про объективный способ мониторинга стереообраза. А пока проверьте коммерческие записи на вектороскопе. У них всегда сигнал выходит за границы, корреляция опускается всегда до минус единицы в каких-то отрывках, при каких-то звуках. И вы сами убедитесь во всем, что было сказано мною.